Итак, для начала определяем плотность вязания. Для этого свяжем образец на 10 петель плюс 2 крайние петли теми нитками и теми спицами, которые приготовили для вязания изделия. Замеряем этот образец. Две крайние петли в мерку не входят. У меня получилось 4,7 см. Составляем пропорцию 10 петель в 4,7 см, х петель в 1 см. Х равен 10 умножаем на 1 и делим на 4,7 см. Получается у нас 2,1 петли. То есть в 1 см 2,1 петли. Это значит, что плотность вязания 2,1 петли на 1 см. Далее снимаем мерку обхват шеи. Здесь хорошо видно, как снять эту мерку. В нашем случае обхват шеи равен 36 см. Для начала работы 2,1 петли. Это плотность вязания. Умножаем на 36 см. Обхват шеи. У нас получается 75,6 петель. Отрубляем. Получаем 76 петель на всю горловину. Это количество петель распределяем. Регланная линия у нас состоит из одной петли, а их 4. Одну петлю умножаем на 4 регланной линии. Получаем 4 петли. На все регланные линии. Дальше. Количество петель на детали. 76 петель на всю горловину. Количество петель. Минус 4 петли на регланной линии. Получаем 72 петли на детали. Это количество делим на 8 частей. То есть 72 петли делим на 8, получаем 9 петель. На спинку и перед берут по 3 части. То есть 9 петель умножаем на 3 части, получаем 27 петель. А именно 27 петель на спинку и 27 петель на перед. На рукава берут по одной части. 9 петель умножаем на одну часть, получаем 9 петель. То есть на каждый рукав по 9 петель. В данном случае горлышко будет с застежкой. Поэтому на застежку возьмем еще 6 петель. Итак, 27 петель спинка плюс 27 петель перед плюс 9 петель рукав плюс 9 петель второй рукав плюс 4 петли регланной линии. Получаем 76 петель на всю горловину. 76 петель на горловину плюс 6 петель на застежку, получаем 82 петли. Так как горловину вяжем не по кругу, то добавляем еще 2 крайние петли. 82 петли плюс 2 крайние петли, получаем 84 петли. Итак, нам необходимо набрать на спицы 84 петли. Итак, начинаем вязать реглан от горловины, то есть сверху вниз. Вяжем на спицах с леской. Набираем на 2 спицы рассчитанное количество петель. В данном случае 84 петли. Затем одну спицу вытаскиваем и начинаем вязать. В нашей модели предусмотрено горлышко на небольшой застежке сверху. Поэтому сначала вяжем не по кругу. А это значит, что первую петлю снимаем, последнюю петлю провязываем изнаночной. Горлышко вяжем резинкой 1-1. То есть 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля. Высота горлышка 15 сантиметров. Поэтому вяжем резинкой 15 сантиметров. Дальше переходим к вязанию реглана. Регланные линии бывают разные. Мы будем вывязывать плотную регланную линию, которая состоит из одной петли. Накиды для расширения детали для таких регланных линий делают по изнаночной стороне изделия. А провязывают их по лицевой стороне скрещенной лицевой петлей. Если изделия вяжут по кругу, то накиды делают через ряд по лицевой стороне изделия. Итак, мы связали горлышко резинкой высотой 15 сантиметров. Застежка у нас 20 сантиметров. Поэтому еще 5 сантиметров вяжем не по кругу. Теперь нам надо наметить регланные линии, завязав их ниточками. На изнаночной стороне первую петлю переснимаем. Затем провязываем 6 петель изнаночной. Это наша планка для застежки. Застежка может быть как сзади, так и спереди. На ваше усмотрение. В нашем случае застежка сзади. Итак, провязали 6 петель изнаночной для застежки. Затем вяжем 13 петель изнаночной. Это часть спинки от середины до рукава. Мы дошли до регланной линии. Здесь надо сделать 1 накид для расширения детали. Я делаю перекрученный накид или другими словами воздушную петлю. Если вы так сделаете, то у вас не будет дырочек на изделии по регланной линии. Итак, сделали 1 воздушную петлю. Дальше 1 изнаночная. Это наша первая регланная линия. В эту изнаночную петлю надо продеть любую ниточку и завязать на 2-3 узелочка. Концы ниточки отрезать, оставив небольшие хвостики. При этом регланную петлю ниточкой сильно не затягивать, чтобы в конце вязания эти ниточки можно было аккуратно отрезать и вытянуть из изделия. И еще помечать регланной линии надо ниточкой контрастного цвета, чтобы она выделялась. Итак, после 1 изнаночной петли делаем еще 1 воздушную петлю для расширения детали. То есть, воздушные петли делаются до регланной линии и после регланной линии. Дальше вяжем 9 петель изнаночной. Это рукав. Дошли до другой регланной линии. Делаем 1 воздушную петлю. Дальше вяжем 1 изнаночную петлю и помечаем ее ниточкой. Это регланная линия. Снова делаем 1 воздушную петлю. Провязываем 27 петель изнаночной. Это перед. Снова делаем 1 воздушную петлю. Провязываем 1 изнаночную петлю. это регланная линия. Помечаем эту петельку ниточкой. Дальше делаем одну воздушную петлю, провязываем 9 изнаночных петель, это другой рукав. Делаем одну воздушную петлю, провязываем одну изнаночную петлю, это регланная линия. Помечаем эту петельку ниточкой. Делаем еще одну воздушную петлю. Провязываем 14 петель изнаночной. Это другая часть спинки от рукава до середины спинки. Последнюю петлю провязываем тоже изнаночной. Этот ряд мы провязали на изнаночной стороне изделия. Переходим на лицевую сторону. Первую петлю переснимаем. Провязываем 14 петель лицевой. Перекрученный накид провязываем скрещенной лицевой петлей. Напомню, как провязывать скрещенную лицевую петлю. Это мы провязываем лицевую петлю. А так мы провязываем лицевую скрещенную петлю. Это лицевая петля. А это скрещенная уже лицевая петля. Дальше вяжем лицевую петлю. Это регланная линия. И следующий перекрученный накид, который мы называем воздушной петлей, провязываем скрещенной лицевой петлей. Дальше вяжем 9 петель лицевых. Это рукав. Воздушную петлю провязываем скрещенной лицевой петлей. После этого провязываем одну лицевую петлю. Это регланная линия. Затем воздушную петлю провязываем скрещенной лицевой петлей. Дальше провязываем 27 петель лицевой. Это перед. Воздушную петлю провязываем скрещенной лицевой петлей. Дальше одна лицевая. Это регланная линия. Воздушную петлю провязываем скрещенной лицевой петлей. Затем 9 лицевых. Это рукав. Воздушную петлю провязываем скрещенной лицевой петлей. Дальше одна лицевая. Это регланная линия. Воздушную петлю провязываем скрещенной лицевой петлей. Затем 13 лицевых. Это часть спинки от рукава до середины. Последнюю петлю провязываем изнаночной. Переходим на изнаночную сторону. Все последующие изнаночные ряды вяжем как первый изнаночный ряд. Все последующие лицевые ряды вяжем как первый лицевой ряд. Так как количество петель между регланными линиями увеличивается, то необходимо отслеживать регланные линии по намеченным ниточкам. Провязав таким образом 5 см, мы переходим к вязанию по кругу. Этот переход осуществляем на изнаночной стороне изделия. Переснимаем первые 7 петель изнаночного ряда на дополнительную спицу. Теперь нам надо соединить два конца изнаночного ряда и сделать круг. Переснимаем на спицу с леской, которая находится в начале изнаночного ряда, одну петлю с конца этого же ряда. Затем сюда переснимаем одну петлю с дополнительной спицы. И так по очереди переснимаем 7 петель с конца ряда и 7 петель с дополнительной спицы. У нас получился круг. Теперь продолжаем вязание уже по кругу по лицевой стороне изделия. Нанизанные петли, а таких петель 14, провязываем по 2 вместе обычной лицевой петлей. Дальше вяжем по кругу лицевыми петлями. Перекрученные накиды делаем теперь через ряд по лицевой стороне изделия. То есть в одном лицевом ряду делаем накид, в другом лицевом ряду этот накид провязываем скрещенной лицевой петлей. И так вяжем до тех пор, пока не получим нужную длину реглана. Затем петли рукава переснимаются на отдельную нитку и все изделие вяжется по кругу без рукавов. После этого каждый рукав вывязывается отдельно, можно тоже по кругу.